Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Я сейчас нахожусь в Нагое. Это где-то 400 километров от Токио. И хочу показать вам отель, в котором я остановился. Отель очень дешевый, и хотел бы вам его порекомендовать. Стоит всего 2250 йен на сутки. Это очень дешево. Находится этот отель в двух станциях от центральной станции Нагое, на станции Сакай. Вот. Комната под номером 14-12. Вот такая вот комната. Сейчас я вам покажу, что здесь есть. На входе можно получить тапочки. Одноразовая, конечно же. Здесь вот есть вход в ванну-туалет. Как вот выглядит ванна. Довольно неплохо, особенно за такие деньги. Как бы, конечно, маленькая, наверное, если сравнивать с российскими ваннами. Но все же, раковина и вот такой вот туалет с различными кнопочками. Подмыть попу. Функция BD. В общем, все, что нужно. Одноразовые зубные щетки, бритву, все здесь выдают. Ничего такого приносить с собой не нужно. Как бы, все это есть здесь. Дальше вот так вот выглядит комната. Сейчас посмотрим, где здесь свет. Можно почувствовать, посветлее было. Небольшая, конечно же, но переночевать. Это считается бизнес-отель. Люди приезжают, например, по работе в Нагое. Например, их сюда присылает кто-то. Ну, в общем, командировка. И останавливаются в таких местах. Небольшой холодильник вот здесь вот есть. Фен. Чай можно попить вот здесь вот, можете посмотреть. И есть, конечно же, чайник. Поэтому можно пить сколько угодно. Если не хотите тратиться на еду, то можно купить себе какую-нибудь капу рамен, лапшу быстрого приготовления, вскипятить воду в чайнике и быстро поесть. Потому что в этом отеле за 2250 йен еда в комплекте не идет. Телевизор. Вот разные информации, видимо, по каналам. А, нет, вообще информация по отелю. Можно забронировать здесь и комнату через мобильный телефон. Купить разные вещи. Чашку, например, с их символикой и прочее. Если вам что-то здесь понравилось. Это 14 этаж. Здесь очень хороший вид из окна. Правда, само окно грязное. И открыть его, судя по всему, нельзя без специального ключа. Правда, где этот ключ, я не знаю. Это надо поискать. И вот такая вот кровать. Также выдают халатики. Которые, конечно же, нужно здесь оставить. Но если вы хотите их забрать с собой, то вот тут написано, что можно выкупить за 3000. Если вам он очень уж понравился. За подушками нашел вот такую вот панель. Здесь есть часы. И можно поставить будильник, чтобы не проспать с утра. Если вдруг ваш телефон разрядился, либо что, это здесь не разрядится. Можно встать всегда с утра. Есть кнопочки, чтобы включить, выключить свет в самой комнате. И вот здесь вот такая вот панель. Можно управлять кондиционером. Прямо здесь, на кровати. Здесь можно и таймер выставить. Через сколько кондиционер должен отключиться. Сколько градусов. Вот 21, 22. Включить, выключить его. И вот такой вот удобный пульт. Ну и вверху просто лампочка есть. Довольно удобно. К сожалению, лобби снять не получилось. Там можно получить бесплатный чай, кофе и другие напитки. Во время ожидания. Либо просто с учетом не попить, если вам хочется. Хотя можно попить и чай в номере. На улице идет очень сильный дождь. Все-таки сейчас до сих пор сезон стой. Потом отменились. Мы сейчас будем возвращаться. Нужно от этой станции доехать две станции до Нагоя. А там уже течь на автобус, который в нашем случае выходит в 7 утра. Ну что ж, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Оставлять комментарии. Ну и, конечно же, ставить лайки. До встречи в следующих видео. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»